здравствуйте меня зовут федор васильев и мы с вами продолжаем работать с формами если мы посмотрим на демо магазин который создавал ранее то магазине это устроено так когда у нас создано несколько форм форма заказа который по умолчанию она нас в раскрытом виде сразу ее видно они же идут способы доставки и вот такие вкладки самовывоз курьерская доставка почтовые деления то есть здесь создаются абсолютно индивидуальные вот эти вот поля вот эти вот вкладки по-своему их можно назвать их сделать можно сколько угодно я сделал всего еще три и такие красные текстовые строчки появляются если вы уже прописывали имя и mail мобильный телефон адрес написано видите уже используется в основной форме основной форму то есть вот это наша первая форма которую мы с вами делали в прошлом уроке то есть если вы еще только что сейчас создаете форму вы еще не заполняли форму не нажимали оплатить не тестировали у вас таких строчек здесь не будет смотрите вот самый вывоз здесь у нас ничего нет только текст если мы кликаем на вкладку курьерская доставка здесь я уже оформил некие поля сейчас это пройдем почтовое отделение здесь уже больше полей человек заполняет то есть если на почту он хочет чтобы мы отправили и здесь еще можно оформить правила магазина вот внизу видите и можно сделать это поле обязательным то есть если человек заполнить здесь все но не поставить галочку вот здесь система не пропустит его и не позволит купить продукт пока он не ознакомится с правилами то есть по клику раскрываются правила и здесь вы можете вписать свои правила вашего магазина и так давайте сначала мы сделаем с вами самовывоз то есть для себя для вашего магазина вы сейчас должны определиться какие способы у вашего магазина будут существовать находясь же здесь в менеджере форм мы кликаем на кнопку создать и создаем еще одну форму называем ее например самовывоз переходим поля по умолчанию оставляем поля здесь все как есть только включаем поле адреса здесь в положении да пользовательские поля здесь я не создавал дополнительные параметры имя да требуется прокручиваем ниже эти все поля здесь не нужны мне я их отключаю сохранить закрыть и так мы создали с вами еще самовывоз если перейдем на страницу оформление заказа и обновим страницу мы с вами здесь вкладку данную не увидим потому что к данной вкладке нужно создать стоимость доставки у нас самовывоз поэтому естественно за это деньги не берет не берутся до соответственно доставка 0 но для нее нужно нам создать то есть для этой формы нужно создать поставку как это сделать мы переходим компоненты jumel касса наводим мышь и ищем здесь видите поставки кликаем сюда здесь у нас еще ничего не создано нажимаем создать наименование пишем самовывоз самовывоз у нас стоимость доставки мы ставим 0 ничего не стоит и вот здесь вот надо выбрать форма доставки мы выбираем здесь самовывоз все очень просто если мы посмотрим на вкладку самовывоз здесь нужно прописать какой-то текст поясняющий как его прописать чтобы он тут отображался то есть на странице добавить способ доставки вот описание в редакторе вы пишете какой-то свой текст который будет пояснять данный способ здесь в принципе все на этой вкладке нажимаем сохранить закрыть один способ мы с вами создали идем на сайт обновляем страницу и у нас здесь с вами появляется способ самовывоз но у нас здесь видите подставился телефон здесь нам его нужно отключить потому что в данном примере его здесь нет мы переходим обратно формы заходим самовывоз переходим поля по умолчанию мобильный телефон ставим нет сохранить закрыть мы с вами телефон можем выставить в основной форме обновляем страницу и все у нас теперь вкладка похожие здесь сейчас вы поймете принцип данных вкладок создадим еще дверь я вам поясню следующая вкладка курьерская доставка у нас идет переходим в админку в менеджер форм нажимаем создать называем курьерская доставка обратите внимание у данной вкладке есть текст ниже полей и выше полей вот если вам нужно какой-то текст отобразить ниже полей то вы сразу в курьерской доставке вот здесь вот в описании вставляйте текст то есть данный текст будет отображаться ниже полей то что выше будет отображаться полей сейчас я вам также покажу где это прописать переходим поля по умолчанию здесь оставляем все как есть поля адреса здесь только ставим нет далее переходим дополнительные параметры здесь все выставляю в положении нет далее переходим пользовательские поля нам нужно будет создать вот такие вот поля улица дом квартира удоб информации этаж здесь вы можете на свое усмотрение создавать поля какие вам нужны здесь мы можем видеть что тут везде используется текстовое поле кроме дополнительной информации здесь используется текстовая область вы уже в принципе знаете как эти поля создавать давайте еще раз пройдемся значит метка пишем первая улица имя поле street далее требуемое ставим да текстовое поле все опубликовано иконку выбирать вы уже умеете сохранить далее кликом добавить поле теперь пишем дом имя поле хом требуемое до текстовое поле все опубликовано и иконка вставляю иконку хом сохранить закрыть далее я не вижу смысла все поля заполнять вместе с вами вы уже знаете как это делается может быть пропишите какие-то свои значения поэтому я ставлю на паузу и заполняю это без вас итак я запомнил поля которым не были необходимы теперь чтобы на сайте данная вкладка появилась мы не забываем нам нужно пройти компоненты джумал касса поставки создаем новую поставку заголовок например курьерская доставка стоимость доставки я ставлю 600 рублей здесь устроен так что вы должны понимать и знать точную сумму того или иного способа доставки пока в магазине в этом компоненте для джумал не предусмотрено динамическое изменение стоимости доставки то здесь только вот сколько вы задали той суммой будет приплюсовываться к сумме заказа продукта дальше форма доставки мы выбираем курьерская доставка теперь вот этот текст который наверху перед полями если вам нужен какой-то здесь текст написать то он пишется вот здесь вот сразу же в редакторе давайте посмотрим сохранить обновляем сайт у нас появилась новая вкладка в самом низу курьерская доставка если мы по ней кликаем раскрывается список и вот текст которым итог что записали и посмотрите как здесь устроено когда человек перешел на форму заказа он здесь может выбрать если мы кликаем самовывоз то вот здесь вот автоматически обратите внимание вот в этом блоке здесь есть доставка и сразу показана стоимость нам стоит лишь кликнуть на вкладку курьерская доставка тут же обратите внимание цена меняется то есть знаете вот цена идет продукта плюс 600 доставка и здесь идет уже общая сумма то есть автоматически идет подсчет то есть вот так вот здесь это все устроено нам осталось вами создать еще почтовое отделение принципе для вас это будет домашним заданием создать либо такое либо какой-то свое способ какой-то свой способ доставки здесь все то же самое ничего сложного нет здесь только я использовал одну и ту же иконку я создал страну область город почтовый индекс улица то есть эти все поля они создаются очень легко да то есть они создать все создаются именно вот здесь вот пользовательские поля где можно задать иконки в общем ваша задача будет создать еще какое-то поле это поле я создам без вас потому что нет смысла вам объяснять здесь уже по-моему все понятно давайте сейчас я вам покажу как создаются здесь правила мы с вами выходим из менеджер форм правила у нас создаются в новой вкладке мы с вами еще это не проходили это вот эта плитка контент более детально мы не поговорим следующих уроках но так как у нас здесь на странице правила отображаются я решил добавить в этот урок нажимаем контент нажимаем создать заголовок называем например правила магазина придумывайте какие-то свои правила для вашего магазина правил размещайте здесь в редакторе и тип вот самое главное здесь нужно выбрать из списка мы выбираем правила то есть самое первое правило магазина все больше здесь ничего не нужно сделать нажимаем сохранить закрыть идем на сайт обновляем страницу и у нас самом низу появляется правило но по умолчанию становится обязательным для заполнения то есть человек прочитал ознакомился стоит галочку все вот так вот просто здесь это добавляется на этом здесь все и увидимся в следующем уроке